Большой праздничный концерт в этот день был организован в вечернее время, чтобы и гости нашего города могли принять в нем участие после отдыха на море. Желающих разделить гордость за национальные символы страну, активно поддерживающих все происходящее на сцене, было много. Бело-сине-красное полотнище сопровождало все концертные номера как символ того, что флаг реет над страной и в дни побед и в дни испытаний. Наш флаг обозначает верность и преданность нашей отчизне. Наш флаг обозначает любовь и верность в вере. Наш флаг обозначает самоотверженность и благородство. Заместитель главы города Людмила Мурашова провела награждение руководителей лучших детских здравниц, принимавших активное участие в фестивале «Анапа. Республика детства». Вожатые ребята из разных уголков страны все лето готовили творческие номера, которые украшали главную сцену города все лето. Дипломы лауреатов фестиваля получили за третье место детский санаторно-оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» и его директор Евгений Баландин, детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство» и Татьяна Фищук. За второе место пансионат «Звездочка» и руководитель Сергей Услугин. Дипломы лауреата первой степени получили санаторно-курортное объединение смены генеральный директор Юрий Баранов и культурно-оздоровительный центр премьера руководитель Борис Ордян. Гран-при был вручен детскому оздоровительному лагерю санаторного типа «Энергетик» и его директору Леониду Краснорудскому. И несмотря на то, что у символа праздника только три цвета, площадь сияла всеми цветами радуги, отражающими все краски «Счастливого лета». Субтитры создавал DimaTorzok